Евдокия Ивановна! Александр Сергеевич! Вы такой неожиданный! Пора бы уже взрослеть, голубчик! Евдокия Ивановна, я несколько раз с отменным удовольствием пересчитывал вашу конскрипт. И знаете, мне понятна ваша мысль. Господа, я восхищен вашей идеей о воздружении памятника великому русскому народу. И именно на том месте, где висел вражеский штандарт. Я уверен, герои Бородино будут в восхищении. В этот вечер Пушкин и его жизнь и творчество стали главными темами большого праздника. Праздника слова, высокой культуры и удивительных традиций. Организаторам мероприятия, специалистам Российского центра науки и культуры удалось создать атмосферу, в которой удачно дополняли друг друга стихи, классика, рассказы о его жизни, увлечениях и мечтах. Причем услышать это можно было из уст самого Пушкина. Зарисовку о жизни поэта в лучших театральных традициях воссоздали учащиеся средней школы номер 28. Я очень позитивно отношусь к творчеству Александра Сергеевича и, так сказать, очень его почитаю и использую его даже в повседневной жизни. То есть сама вот это влияние, вся эта игра, все эти выступления очень сильно повлияли на меня в плане как личности, как человека нового для общества. Ну, стал как-то более развитым и более умным. Традиционно 6 июня Российский центр науки и культуры подводит итоги своей деятельности. Учебный год завершен, много за это время было реализовано проектов и творческих инициатив. Настал час, чтобы поблагодарить самых активных и целеустремленных за большую плодотворную работу. В подведении итогов нашего конкурса «Мы сохраним тебя, русская речь». В этом конкурсе, в этом году приняло участие 105 человек со всего Брестского региона. То есть география обширная. Это и Пинск, это и Столинский район, это, естественно, Брест и Кобрин. В общем, многие районы Брестской области представлены. В числе награжденных победители конкурсов эссе, плакатов и календарей. Познакомиться с лучшими проектами гости мероприятия смогли в холле центра, где организаторы разместили большую выставку работ. Мне бы очень хотелось сегодня пожелать молодежи сохранять этот язык, оберегать его, находить всегда нужные слова для того, чтобы выразить свою любовь, свое преклонение перед кем-то или чем-то и просто высказать свои чувства. Праздник в Российском центре науки и культуры – это только одно из мероприятий, подготовленных специалистами учреждения в преддверии Дня русского языка. В рамках большого образовательного проекта новую литературу по искусству, культуре, литературе получила средняя школа номер 20, которая уже не один год взаимодействует с учебными заведениями Москвы. В учреждении создан и развивается целый музей, экспонаты которого рассказывают об удивительных местах России. Кроме средней школы номер 20, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, комплект учебных пособий и художественную литературу в подарок получил городской лицей номер один, названный именем «Классика». Редактор субтитров А.Семкин